Реально хотели, типа, ну, это бред какой-то решать самим, типа, кто кого выгонять, но поставили условие, либо ты отдашь свое место, либо ты голосуешь за кого-то. Естественно, если в таком ключе, то я не отдам свое место. Гроши цена моему желанию нахождения здесь, если я бы просто так отдала у кого-то. Но это казалось вопросом подвохом таким. Но я оценивал отрезвую ситуацию в плане того, за кого проголосовать. Проголосовала за Леру, потому что смотреть, рассматривать Юлю, ее историю, правда-неправда, это все то, что я не смогу узнать сейчас на самом деле. Ну, то есть смотреть только по ее изменениям, тенденции изменений в проекте. Они есть, и я их наблюдала. А у Леры тенденция была до определенного момента, а потом как будто вот в обратную сторону. Все. Естественно, ну, если смотреть с этой точки зрения, то это мой голос был за Леру. Что, у нас закончилась 11-ая неделя. Началась 12-ая, началось с жесткого испытания. Мы должны были сами выбрать, кто из нас покинет школу или лень. Ну, а это оказался экзамен. И это было жестко, я плакала даже. На синхроне потом плакала. Короче, и нам сказали учителя, что мы съезжаем с дома. И мы съехали с дома в лес. Вообще можно вот так сесть, уа-а-а-а-а, смеяться. Потому что, ну, как понять за Леру? Я говорю, что я за конкурентную борьбу. Я бы, мы бы могли точно так же прогнознать против Кристины или Киры, например. Все они прекрасно понимают, кто чуть-чуть-чуть на заднем фоне. Я их не принижаю как-то, Юлю и Настю. Просто чуть-чуть на заднем фоне. Они все это прекрасно понимают. И вот в такой компании голосовать против Леры, по-моему, очевидно, почему это было сделано. Якобы эти доводы, якобы она пьет или еще что-то. Отвечай, я лично, вот, была с ней все это время, а человек ни разу в руки алкоголь не взял. Я могу зуб дать за это, ни разу, ну, за последние три недели. Ни разу человек в алкоголь в руки не взял. То есть это довод взятый с воздуха.